Я буду очень рад, если Владимир Путин окажется на скамье подсудимых, но тоже я как-то вот в это мало верю. Сценарий. Как говорится, сценарий в студию. Пожалуйста, вот расскажите мне реальный сценарий, как Путин может попасть на скамье подсудимых. Для этого нужно, ну как минимум, чтобы он лишился власти, а к власти пришли бы люди другие, которые бы просто его как Милошевича в свое время. Его же бывшие товарищи, его же бывшие политические союзники. Да, свои же могут выдать, правда? Но я пока не вижу, пока не вижу я сценария, чтобы кто-то сместил Путина из людей типа Шойгу. Ну, послушайте, вы видели этих тварей дрожащих, которые сидели на заседании Совета Безопасности? Они же все в штаны наложили. Вот понимаете, когда я смотрю на людей, которые сидят и разговаривают с Путиным, я не знаю, почему это происходит, честно говоря. Может быть, они знают о Путине что-то такое, чего не знаем мы. Может быть, он во время этих разговоров тихим голосом обещает им, как он когда-то там обещал какому-то французскому журналисту, задавшему ему неприятный вопрос, тотальную кастрацию. Да? Вести с ним диалог на равных, не прогибаясь, Путин же сразу теряет самообладание. Его же сразу охватывает внутренняя ярость. И вот охваченный внутренней яростью Путин сказал, ой, я чувствую там по вашему вопросу, что вы разделяете взгляды исламских экстремистов. Может быть, вы хотите обратиться в ислам, может быть, вы не знаете, что для того, чтобы обратиться в ислам, нужно сделать обрезание. Вот приезжайте к нам, у нас есть специалисты, вам сделают обрезание так, что ничего вообще не останется. Примерно близко к тексту цитируют. Не знаете эту историю? Поищите ее в интернете. В свое время она много шуму наделала. Это была одна из первых ситуаций, которая заставила зарубежную аудиторию просто там открыть рот так, что челюсть потеряли. Так вот, может быть, во время тихих разговоров один на один, которые нам показывают. То есть он руками держит в это время. В виде вот этого самого, знаете, картинку, только картинка, на которой зафиксировано, что Путин там с каким-нибудь Шойгу там или с кем-то из своих помощников, министров, патрушев, кем-то еще там что-то там губами шевелит, а что они говорят, непонятно. Может быть, он им такие пытки нечеловеческие рисует, что они вот действительно потом на общих заседаниях сидят, слово не проронят, а иногда, если им слово предоставляют, они начинают там блеять что-то как троечники, не выучившие последнее домашнее задание. Помните, как вот Сергей Нарышкин-то год с лишним назад? На заседание этого СНБО, да. Ну вот, нет, у них просто Совет Безопасности в России. Это в Украине СНБО, да. А в России просто Совет Безопасности. Такое путинское политбюро, где вот танкаши и вожди собрались и штаны наложили и боятся там слова сказать. Я не верю в то, что кто-нибудь из них способен сейчас, по крайней мере, что-то сделать. Понимаете, ведь и при Сталине такая же история была. Да, есть версия, что смерть Сталина была результатом некоего заговора. И во всяком случае, что Берия, которому фактически подчинялись органы безопасности, сделал так, что к Сталину не пришли вовремя врачи. Охрана не забила тревогу, увидев, что он лежит на полу. В луже собственной мочи побоялись вовремя его разбудить, поднять, попытаться оказать первую помощь. И в итоге он, я не помню, чуть ли не сутки пролежал вот так вот без оказания помощи. Но Берия решился на это, во-первых, видя, что над ним сгущаются тучи. И он получил поддержку со стороны других тогдашних членов Советского политбюро, потому что они тоже чувствовали, что их вот-вот отправят вслед за теми, кто был ранее. Это как раз задумал очередную чистку своего окружения, то есть он периодически был ранее. Да, конечно. И плюс они видели, что он одрехлел, что он уже не тот, что у него нет прежней быстроты реакции, что он живет в придуманном мире. И, конечно же, там был такой страх за свою жизнь, уже совершенно очевидный, что делать было нечего. Я не исключаю того, что когда Путин одрехлеет, выживет из ума окончательно, и тоже как-нибудь там заснет в луже собственной мочи, то какой-нибудь там Патрушев или Бортников, перекрестившись, скажет, а ну его, а ну его, не будем мы ему сейчас вызывать срочно бригаду врачей. Хотя думаю, на самом деле, что врачи на самом деле, в отличие... Вот у Сталина врачи не жили на ближней даче. Сталин вообще старался, чтобы там рядом не было меньше... Он боялся. Он боялся, да. Он боялся в том числе, что и врачи там могут ему что-нибудь там вколоть. У него даже, по-моему, медсестры рядом с ним не было. Только какая-то, типа, кухарка-гувернантка такая. Будто еще горничная. Не гувернантка, конечно, нет. Вот какая-то вот кухарка-гурничная у него была, и на этом все заканчивалось. Плюс охрана. А что касается Путина, я думаю, что там где-нибудь рядом с его резиденцией или там где-нибудь в отдельном помещении в его бункере дежурит целая бригада врачей. Возможно, сразу нескольких специальностей, нескольких направлений. Кстати, вот этот офицер, Евгений Алексеевич, вот этот офицер, ФСО, который давал интервью, он сказал, что в мае 22-го у Путина случился инсульт, что его забрали и госпитализировали. Вот на фоне того, что за три дня ничего не получилось? Ну, бог его знает. В данном случае у меня нет никаких альтернативных источников. Я только вижу, что когда Путин появляется на публике, он не производит впечатления человека, который чем-то тяжело болен. Ну вот тот, кто утверждает иначе, тот, кто почему-то видит, что Путин хромает, я вот внимательно пересматриваю часто эти видеоролики, на которых показывают российского президента. И когда про него кто-то пишет, ну вот там невооруженным взглядом было видно, что Путин там хромает, что он как-то что-то там неестественно делает. Все у него естественно, вот право слово. Давайте не будем выдавать желаемое за действительное, господа. Ходит он, как всегда ходил, такой вот приблотненной походочкой, уточкой в развалочку. И не надо, и не надо, как шпана вот из подворотни выходит, там только ему не хватает кепочки такой приблотненной, и чтобы там к губе прилип бычок. А так бы вот чистый такой пацаненок, да, которого хулиганы поздоровее и повыше выпускают у дяденьки там три рубля попросить. А потом выходит разбираться с дяденькой, а зачем ты маленького обижаешь? Вот. Вроде со здоровьем у него все нормально. Во всяком случае, ну, послушайте, после инсульта, как правило, есть какие-то следы пережитого, что называется, у человека. Могут быть какие-то тики, нарушение речи, координации движений и так далее. Хотя, конечно, бог его знает, а может быть вот эта вот грандиозная дистанция, на которой он держит своих собеседников, своих гостей, из-за того, что действительно там какой-то двойник, и чтобы его там изблизи не разглядывали. Вот я посмотрел с удовольствием видеоролик, где запечатлели последнюю встречу Путина с новыми послами, аккредитованными в России, где они должны были вручать ему верительные граммы. Там расстояние между вот этими послами и Путиным, наверное, с футбольное поле. Это вот даже не стол длиной, там, сколько-то метров, а просто вот огромное футбольное поле. И сенсация, сенсация. Путин говорит, что у нас санитарные ограничения пока не сняты. У кого это у нас? В Кремле, очевидно, не сняты санитарные ограничения. В России карантины даже не объявляли. Объявляли только какие-то там каникулы. И черт его знает. Ну, послушайте, вот эта история про то, что вместо Путина показывают двойникал, во всяком случае, на каких-то протокольных мероприятиях, и в том числе, вот когда Россия праздновала начало агрессии против Украины в феврале, когда Путин появился там очень на недолгое время, произнес очень короткие слова. В Лужниках вы имеете в виду, да? Да-да-да, на стадионе в Лужниках. Может быть, вот тогда тоже был двойник, не случайно. Он многое не говорил. Но, в принципе, я не знаю, как лишить технологически Россию ядерного оружия. Вот как лишить Россию ядерного оружия. Вот как это лишение ядерного оружия организовать, кроме как разгромив ее военным образом. Не знаю. Не знаю. Можно придумывать разные какие-то головоломные схемы, но правда, вот они, на мой взгляд, пока что весьма далеки от реальности. Россия может оказаться только добровольно от статуса ядерной державы, когда к ней, у нее во власти окажутся люди трезво, рационально мыслящие. Правильно вы говорите, конечно. Которые поймут, что Россия – это ядерное оружие, содержание которого, поддержание его в рабочем состоянии стоит грандиозных денег, которые можно было бы потратить на другие цели. Это комплекс обстоятельств, которые должны привести к непосредственному действию. Вот этого я не знаю. Но зато я прекрасно понимаю, как организовать работу двойника Путина. Потому что есть превосходные специалисты в области пластического театрального грима. Вспомним фильм «Спасибо, что живой», где Безруков был загримирован под Высоцкого, что действительно он производил впечатление живого человека, того актера, которого мы реально видим в картинах, где он снимался при жизни. И там его показывают крупным планом. А если на общем плане талантливого актера, который способен имитировать голос любого известного человека, такие актеры есть на самом деле. Максим Галкин на самом деле с этого начинал. Безруков, кстати говоря, с этого начинал. Была знаменитая телевизионная программа «Куклы». И вот и Галкин, и Безруков озвучивали там всех с узнаваемыми голосами. И Ельцина, и Черномырдина, и Чубайса, и Гайдара. Евгений Алексеевич, смотрите, по поводу Максима Галкина, я думаю, что… Да, и последнее. Микрофончик. Вы же на телевидении работаете. Вы же знаете, что крошечный бывает такой вот микрофончик. В смысле, не микрофончик, а наушничек. Подслушка, да. Который в ухо тебе вставляют. И могут тебе просто читать тот текст, который ты должен медленно и печально с выражением произносить. Это вопрос небольшой тренировки. Так что запросто могут, я думаю, в случае какой-то необходимости вместо Путина предъявлять нам какого-то другого человека. Это конспирология, но, понимаете, о чем черт не шутит? Вот совсем отвергать это. Когда-то взрывы домов в Москве, которые очевидно были организованы спецслужбами, вот эту теорию взрывов организованных спецслужбами тоже многие люди отвергали и говорили, ой, это маргинальная точка зрения, это все конспирология, это все ерунда, этого не было и быть не могло. А сейчас, наоборот, отрицание вот этого ФСБшного следа в московских взрывах в сентябре 1999 года, вот это уже превратилось в маргинальное направление мысли. По поводу Максима Галкина, вы сказали, что он может президентским голосом говорить, но вы знаете, чем черт не шутит, он может и президентом России встать. Лайма Вайкуле интервью на днях дала Дмитрию Гордону, кстати, я всем нашим зрителям советую, кто не смотрел, идите на наши YouTube-каналы и посмотрите обязательно. Очень эмоционально интересное интервью с яркой Лаймой Вайкуле. И она там говорит в том числе о том, что вот Максим Галкин – это следующий президент России, вполне даже может быть. Ну, а почему нет? Стал же Владимир Зеленский актер комедийного жанра, совсем не комедийным президентом Украины, а совершенно настоящим президентом Украины, который является одним из самых популярных, известных в мире политиков, которые признали человеком года, персоной года по версии журнала «Тайм» в уходящем году. «Правда» вместе с украинским народом, точнее, с духом сопротивления украинского народа. Я понимаю, что есть люди, которые по-прежнему недолюбливают президента Украины и у которых есть многие вопросы к нему, но я понимаю, что время задавания этих вопросов еще не настало, и я понимаю, что правы те, кто говорят, что давайте разбор полетов отложим до того момента, когда Украина одержит победу в этой войне. Евгений Олегович, последний вопрос хочу задать вам. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, крайне интересную, где рассказывают о том, что Пентагон сейчас ищет источник вытока информации, секретных материалов, которые недавно несколько телеграм-каналов опубликовали о возможных вариантах помощи, западной помощи украинскому фронту в преддверии, в подготовке украинского контрнаступления. И вот «Нью-Йорк Таймс» называет этот выток информации, этих документов, наибольшим успехом русской разведки с начала широкомасштабного вторжения. Так, и что? Скажите, пожалуйста, вот после года широкомасштабной войны, уже когда весь мир открыл глаза на Путина, и даже те, кто из западных лидеров все время с ним хотели разговаривать, сохранять ему лицо, и говорили о таком процессе примирения, сейчас понимают, кто это. После ордера на арест, который выдан в ИГААГе. Еще остались сильными вот эти агентурные связи русской разведки? И много ли, как вы считаете, русских агентов где-то в западных странах кроется, в том числе на самых высоких ступеньках? Ой, вы знаете, я не специалист в области текущей борьбы спецслужб, право слово. Мы же помним пример того, как в Америке лет 10, наверное, назад это случилось, или более того. Все помнят Анну Чапман, потому что она была самой яркой фигурой и стала такой медийной персоной на какое-то время. Но смысл истории заключался в том, что там с десяток непонятно, зачем туда заброшенных российских агентов. Часть из них не выдавали себя за людей других национальностей, другого происхождения. Часть из них выдавала, но они все пытались там работать как разведчики-нелегалы. А для чего это было сделано, так и не особенно было понятно. Типа на будущее, на вырост их туда, очевидно, забрасывали. Потому что все аналитики тогда разводили руками и говорили, слушайте, ну вот разведчик-нелегал, в наше время это уже тоже какая-то архаика. Сейчас информацию разведывательную добывают другими способами. Другое дело, что возможно у российской разведки есть какие-то агенты, которые завербованы давно, которые имеют доступ к каким-то секретным документам. Исключать этого невозможно, потому что для того, чтобы получить доступ к секретным документам, совершенно не обязательно вербовать какого-то там известного крупного политика или крупного бизнесмена или какого-то там знаменитого общественного деятеля. Нет. Вам любой профессиональный разведчик скажет, кого завербовать, посла или его секретаря? Конечно же, секретаря. Или там шифровальщика. Потому что маленький клерк посольский. Дешевле будет и эффективнее. Во-первых, дешевле будет. Во-вторых, он больше будет бояться, если ему предъявить там при вербовке какой-нибудь компромат. Потому что он будет бояться потерять свою должность или что-то еще. Его легче шантажировать. И через него, через его руки проходит огромное количество. Техническим образом проходит. Секретарша носит бумаги на подпись своему шефу. Она их, может быть, даже и не читает в обычной жизни. А тут может быстро там сфотографировать. Так вы думаете, у Путина тоже завербована секретарша? Нет. Ну, речь-то идет пока о том, что утечка произошла из Пентагона, из... Ну, а если наоборот, да. Если ставить наоборот. Ну, вполне вероятно, что может быть такое. Понимаете, люди слабы и всегда среди людей можно случайно или нарочно в результате там кропотливой работы найти человека, который будет согласен такое делать за деньги. Я этого исключать совершенно не могу. Но, с другой стороны, правы, наверное, те, кто говорят, что силу и возможности советской, простите, оговорка по Фрейду, российской разведки показали события первых дней войны против Украины. Ведь весь план Блицкрига, весь план победоносной войны со взятием Киева за три дня и с оккупацией всей Левобережной Украины, а может быть и всей Левобережной там за две недели и оставшейся частью Украины там еще за две недели, это же все было результатом работы провальной совершенно российских разведывательных органов. и правы, на мой взгляд, те люди, которые говорят, что, ребята, как-то вот после всего этого не верится в то, что российская разведка могла добыть какие-то серьезные документы. Да, утечка этих документов в газету New York Times, как я понял, уже расследуется компетентными органами в Соединенных Штатах, но вполне вероятно, что это просто-напросто от начала до конца некий фейк, который быть может является просто частью какой-то активного мероприятия, то есть такой вот пропагандистско-психологической обработки большой аудитории для того, чтобы заставить ее заколебаться в отношении перспектив украинского контрнаступления. Не более того. Евгений Алексеевич, спасибо вам большое за эту беседу, как всегда, было интересно и было содержательно. Спасибо большое, что пригласили. Всегда к вашим услугам. Слава Украине! Героям славы!